Этого события речной флот ждал 20 лет. Впервые в истории современной России с Ярославской верфи сошел танкер-бункеровщик. Новое судно предназначено для транспортировки нефтепродуктов. Мой коллега Эльдар Миндиахметов знает, куда отправиться корабль и кому выпала честь стать его крестной. Бутылка шампанского – неизменный атрибут торжественного спуска корабля на воду. По традиции, право разбить ее предоставляется представительнице прекрасного пола. Крестной матерью судно можно стать только лишь один раз, но портрет девушки вместе с осколками бутылки навсегда останется в кают-компании. Незабываемое ощущение. Кажется мгновение такое, небольшое, вроде бы разбить бутылку, но это непередаваемо. Это единственный раз в жизни и трудно передать с чем это сравнить. Это традиция судостроителей и она ассоциируется с рождением ребенка, ведь все-таки судостроительный завод, он как мать, он рождает корабль. Танкер-буксировщик первый в серии выполнен по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта. Он предназначен для приема, перевозки и выдачи на берег нефтепродуктов. Стоит отметить, на флоте его уже заждались. В России подобные суда не выпускались 20 лет. Флот есть, но флот весь старый. Он в основном строился в Советском Союзе. Соответственно, за прошедшие 20 лет его обновление практически не проводилось. И вот сейчас в рамках федеральной целевой программы мы планируем максимально обновить флот и поднять его на новый качественный уровень. Вместимость грузовых танков судна более 500 кубометров, а автономный ход рассчитан на 15 суток. Экипаж танкера 7 человек. Спуск танкера продолжается около двух часов, после чего уже на воде будут завершены все косметические работы. А затем танкер отправится на свое новое место жительства в Пермский край. Эльдар Медяхметов, Игорь Мосин.